А следующая ситуация Вот вы знаете, пока мы здесь все вместе празднуем день рождения КВН, давайте представим, что сейчас происходит где-то в деревне Масловка. Э, городской! Да, стоять! Слышь, городской, а городской! А ты куда нашу корову делай, городской? А? Я не полкорову делай! Друзья, еще одна зарисовка про нашу смоленскую молодежь. Представьте, три часа ночи, другая ситуация, но три часа ночи парень приводит девушку домой. Сынок! 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 Друзья, согласитесь, у каждого в детстве были свои герои во дворе. Итак, давайте перенесемся в самообычный смоленский дворик. Ну вот прикинь, пацаны, изжевал Гудро! А ты что? Тихо, тихо, тихо! Тихо, парни, смотрите, это же Серега, король петард, идет! Серега, здорово! Здорово! Слышь, Серега, а правда, что вы с Колькой бомбу рванули? А? Я говорю, бомбу рванули, правда? Да, да, да. Слушай, слушай, а сильно рвануло, а? Сильно. Слушай, слушай, а Колька что делал? Пожигал. Пожигал. Пожигал, да. Слушай, слушай, а Колька где? Везде. Ну что ж, я напоминаю, что это программа «Кто хочет стать миллионером». Я Дмитрий Дебров, он от студии Максим, вопрос на 5 миллионов рублей. И Максим выбрал подсказку «Звонок другу». Все верно? Кому будем звонить, Максим? Мы будем звонить моему другу Михаилу. Будем звонить Михаилу. Набираем его номер. Давно Михаила знаете? Да, мы с ним в Воронеже еще вместе, 100 лет. В ГАСО учились. Служили, да? Из Воронежа, Михаил. Он точно дома, нет? Сейчас, 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 еще пару гудочков, кто возьмет. Алло. Алло, здравствуйте, это программа «Кто хочет стать миллионером». Я Дмитрий Дебров, у нас в студии ваш друг Максим, и у вас есть ровно одна минута, чтобы ему помочь. Время! Алло, Миш, привет. В каком году произошел раздел Речи Посполитой? 1771, 1772, 1773 или 1774? Что? В каком году произошел раздел Речи Посполитой? 1771, 1772, 1773 или 1774? Ну! Ну! А кто это, а? Это Макс Воронежа, когда разделили Польшу в 1771, 1772, 1773 или 1774? Макс, ты с какого номера звонишь? Да пошел ты, а! Маленскую ночную рекламу. Тебя грустная, одинокая гусанка, за окном все цветет, а ты чахнешь. Позвони мне на мобильный, а то я его найти не могу. В последнее время стало очень модным на различные торжества заказывать большие и дорогие автомобили. Итак, представьте ситуация в лимузине. Лимузин! Кайфы и дырка для Башкина! Ого-го! Смотри, майского жука словил! Хочешь нет? Хочешь нет? Есть! Я, конечно, понимаю, что Сергей Калиухов первый раз в лимузине едет. Ну, хотя бы ширинку бы застегнула. Сейчас представим. Ситуация где-то на Машмете. Вот парень провожает девушку прямо до подъезда. Вот, а то мы идем с ним, так я смотрю, что он не нас как ляснул, ему даже разговаривать не стал. Вот такой вот хитар. Ну, понятно. Максим, вот в мой подъезд мы пришли. Прикольненько. Ладно, домой. Подожди. Ну, ты, если хочешь, можешь остаться у меня. А тебе восемнадцать есть? Да давно уже. У тебя родители дома? Да нет, я одна живу. В чем подвох? Да нет никакого подвоха, пойдем. Пойдем. Только ничего не будет. Блин! Нововоронежская атомная электростанция, прудохладитель. Смотрим. Закрыть завод! Закрыть завод! Вы загрязняете кружевую атмосферу! Понимаете, мы тут жить больше не можем! Да посмотрите, какого цвета вода вообще у вас! Васильич! Ты что тут делаешь? Михалыч, ты посмотри, как краси разговорились! Давай, либо, китай премьеру! Согласитесь, что в последнее время стало безумно модным отмечать вместе рабочим коллективом разные праздники, так называемые корпоративы. Но на каждом корпоративе наступает такой момент, когда самый обычный сотрудник осмеливается все высказать своему начальнику. Вот она! Вот как надо мандарин через штанину перекатывать! Филиппович, а можно просто Филиппович? Понимаешь, Филиппович, ты вот как директор, ты, конечно, молодец! Такой правильный, умный, грамотный, но как человек ты гнида! Понимаешь, ну а как я тебе объяснить? Опоздал человек на пять минут, а ты пьешь и пьешь, пьешь и пьешь кровь! Уже на Рейндж Ровер себя напил! А знаешь почему ты гнида вдвойне? Потому что я об этом разговоре завтра забуду, а ты нет! Стоп! Молодцы! Разворачиваемся! Молодцы! Посмотрели налево! Умницы! Направо! Ментов нет писем! А именно так выглядит самая обычная смоленская свадьба! Ты че устроил, а? Ты че устроил? Я тебя первый и последний раз свидетелем на свою свадьбу позвал! Че ты к тещи драться полез, а? Войка! 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 Так, все, давай, соберись, меня уже зовут, давай! Раз! Два! Три! Четыре! Да, Жигуль, ты, конечно, дерешься, как зверь! Как тигр, как скунс! Нафига ты вообще в эту драку полез? Ну че я хотел кроссовки по-легкому срубить? Кроссовки 48-го размера по-легкому! Откуда ты знаешь, что они с 48-го? Мне в четыре раза в штабах презентовали! И беды ты в порядке башни! Я, да! Ты, да! Они еще не подошли, мне уже два раза прилетело! И че ты за панику поднял? Какую еще панику? Вот это! Вот че наш ежесинный мебесит и светится имя твоим! АПЛОДИСМЕНТЫ 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 А, девочки там будут? Будут! Там девочек еще больше, чем мальчиков! Может, тебя папа отвезет? Мам, ну тут иди до соседнего дома! Ну, давайте хотя бы шампанского со стола! Мам, там еда, шампанское, девочки, всего навалом идите! Пойдем, отец, возьми меня с собой! Аминдот! Почему менты ходят потро? Потому что... Тихо, 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 щас, щас, я поменяю! Новость часа! Сегодня на МКАДе перевернулся мусоровоз! В тишине поедем! Алло, что? Ужар! Чш, семерочки! Чш, семерочки! Спасибо! Чш, семерочки, чего молчишь? Не поверишь, база, походу мент родился! А, педел! Вот, а будешь себя хорошо вести, я тебе второй расскажу! Сынок, иди на кухню, я тебе два килограмма зефира купила! Ох, нихуя, ты дарилет! Где эта псина? Какая псина? Которая воет у вас уже два года! Вообще-то это не псина, а мой мальчик! А, это ты щекаста, ну иди сюда! Так-так-так-так, какие претензии? Так, шо вы там ему такое крутите, шо он так воет? И че, отдай, может? Мария Ивановна, под поля 4 клеточки, а 2, или 5? Да хоть 20 отводи! Не волнуй, хватит одинарного леска! Да тебе, дебилу, одинарного леска до конца четверти хватит! Сидера, у тебя ручки нету! У тебя отец... Сидера такой приходит в магазин и говорит, здравствуйте! А дайте мне, пожалуйста, икры, Джорни, килограмм 100! Мартини 150 литров! А ручку взять не хотите? Нет, на хрена мне ручка! Я Мартини писать буду, я бы крупалец в окно! Я ответил на вашу вопрос. А я напоминаю, что информационным партнером нашего дня рождения является радио Юмор ФМ 9.1 на чистоте в Воронеже. Юмор, это не только, Юмор ФМ, это не только песни, но и шутки. Отдельная благодарность российской газете. Также мы выражаем огромную благодарность порталу ОВРН. Спасибо всем большое! Отдельная благодарность региональному отделению общероссийской партии «Единая Россия!» А также общественной организации «Наше общее дело». Благодаря этим двумя организациям наше действие состоялось. Аплодисменты! Итак, кульминация нашего сегодняшнего вечера, я думаю, из наших трех команд. Тарвинович. Итак, жюри и там у нас находятся, и там все совещались, буквально дрались. Кубок 50-летия КВН, юбилейный. Ну, естественно, у нас сегодня праздничный вечер у всех, и у болельщиков, и у начинающих, и кончающих КВНчиков, всех их разных. И поэтому мы решили, что кубок юбилейный КВН достается Воронежскому КВНу. Спасибо, что у нас в Воронеж такой КВНовский, что он может позволить себе кубок. Но у нас еще есть призы от «Российской газеты». Итак, дайте микрофончик, Светлана Владимировна, пожалуйста. Итак, «Российская газета» в лице Светланы Калесниковой. Аплодисменты! Всем добрый вечер. И даже призы не столько от «Российской газеты», как от меня. Я хочу сказать большое спасибо всем КВНщикам. Потому что в лице КВНа я выбрала для себя очень хорошее средство от старости. Если говорят правду, что смех продлевает жизнь и продлевает молодость, то, наверное, с конца 90-х я уже с воронежским КВНом. И я думаю, что в ближайшее время старость мне не грозит, хотя живу я уже очень долго. В КВНе есть люди и есть команды, которые я очень люблю. Есть люди, игроки, которых я обожаю. Поэтому сегодня у меня есть несколько призов. Не обижайтесь всем тем, кто сегодня играл. Может быть, они достанутся и не вам. Я обожаю команду «Спартак Москва». Есть такая команда, да. А кто там у нас? Андрей, появись. А может быть, тут у нас они присутствуют, они выйдут, да. Вся команда «Спартак Москва», если они еще живы. А кто есть из «Спартака Москвы», выйдите сюда. Хотя это вряд ли... Побыстрее, 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 побыстрее. Кто у нас здесь есть? Они точно здесь есть. Вера! Один, вот еще одна. Еще, 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 еще. Андрюха! Кто у нас еще из «Спартака»? Нет, 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 нет. А где Серега, где? Нет, выйдите, нет. Ну так быстрее, а мы ждем тебя последнего. А Леня где? Леня! Ленечка! А вот он, вот он идет, Леня. Леня, быстрее. О, Карпена, ты здесь, да? Ты же у нас у всех забрали. Ну пусть посредятся в последний раз, чего успят. Я люблю каждого, каждого за какую-то их черту. Я обожаю Бозова за его загадочность. Я обожаю Андреева за его кураж. И этот кураж он передает всей своей команде. Поэтому и у нас призы все, мы российская газета, призы все, естественно, российские. Сегодня это призы российских мастеров фарфора. Вот. И команде «Спартак Москва» за то, что они поймали свой кураж, поймали свою игру. Вот такой вот конь. Нет, не конь, не конь. Это вот такой вот Иван, который поймал вот этого коня. Так же, как и команда «Спартак Москва», она поймала свой кураж, она поймала свою игру. Ребят, мы вас обожаем. «Спартак Москва» есть совершенно потрясающая девушка, Лера Пулуптова. Она настолько трогательная, и она настолько, я ее видела и в КВН, и я видела ее в шоу, она очень остра на язык, она остра на эмоции, как настоящая женщина. Но тем не менее, сегодня вот у меня, от российской газеты, ей вот такая вот скульптурка, классика российского, наверное, там, российского юмора. Это вот такой вот Олег Попов, ручной работой. Лера, это тебе! Спасибо! А это еще не все, да? Там всем разные, да? Да, конечно, Лера. А это там что-то еще, да? Помогите, давайте, я держу. Есть одна команда еще, которую я очень люблю, и буквально на последнем кубке Сити-Града меня просто потрясла их музыкалка. Это команда Артхаус. Зато мама знает, где ее сын отличает день рождения. Это сын, сын Илья Колесникова, Илья Колесникова. Между прочим, коллекцию клоунов я начала собирать после того, как мы, наверное, вот так вот связали свою жизнь с КВНом. Это еще был конец 90-х, когда Илья у нас родился как КВНщик. Это было в Ельце, как сейчас помню. И команде Артхаус я хочу вручить вот таких вот, правда, это итальянские клоуны-музыканты. Вот. Илья Владимировна. Поздравляем! Че, вам смешно? Она их из дома вынесла, серьезно, на полке стоят. Неправда, это парная. Это в моей коллекции. Все скульптуры, которые сегодня, это парные скульптуры. Не раскрывай тайны. Иди, тут все, хватит дома. Все. Все. И от Светланы Галетниковой. Спасибо большое. Еще я хочу сказать вот что. Издревле на Руси самыми почитаемыми, самыми, наверное, мощными фигурами это были те, кто вызывает смех. Это были клоуны, это были шуты. Наши КВНщики, я хочу вам сказать спасибо, потому что они умеют вызывать смех сильно и умно. И я считаю, что лучше воронежских команд, наверное, нет. Пусть не обижаются триоты девочек. Да они не обидятся воронежных. Итак, спасибо. Это была Светлана Колесникова, Российская газета. Спасибо большое. Ну, и, наверное, у нас закончилась, в принципе, творческая торжественная часть, и мы, наверное, можем уже спокойно сказать. Успешные КВНщики настоящего, молодые команды, у которых все еще впереди, друзья. Давайте вот бурными аплодисментами поаплодируем всем нам. С вами всем, кто здесь собрался. С Днём рождения вас всех! С Днём рождения! С Днём рождения! Ну, и напоследок, наверное, мы не можем обойтись без обычной КВНовской песни. Кто пойдет, поехали. Традиционный, друзья. С Днём рождения! 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 С Днём рождения!